добрый день друзья не добрый день вам недруги прочитал сейчас в экспресс-газете музыкальный критик сергей соседов просит пощадить софию ротан он говорит что соня не знаю видимо недостаточно хорошо знакомы раз он может так и увеличать что соня человека политичный во-первых ей в общем про крым все равно чей он потому что он ее соня это во первых а во вторых он просит ее пощадить потому что у нее импизема легкий здесь два момента абсолютно не связанных один с другим первый насчет диагноза он озвучил конкретный диагноз что вообще говоря если только он не согласовал это с объектом рассказ но это пограничное я помню что у меня из последнего интервью с александр борисовичем градским убрали информацию как раз насчет диагноза пугачев рассказывал что не узлы на связках поэтому она просто не может петь вообще не певица уже не женщина которая поет уже много-много лет десятилетий вот и мне так объяснили что конкретный диагноз озвучивать нельзя даже если это делает не журналист социально значимый персонаж с которым беседы ну она случае решила адрес это первый момент но опять же повторюсь если музыкальный критик сергей сосед певицы софии ротару согласовал этот нюанс то как бы нет проблем но насчет а политичности но позвольте ну позвольте какое политичности может идти речь когда на протяжении всех этих лет собирает деньги для высыл и недавно был какой-то очередной юбилей на прерва долгое молчание запилил у себя пост соцсетях где еще раз сказала что она собирает деньги для украины для вооруженных сил украины ну это не никак не может быть а политичность у меня вообще как бы нет и не может быть никаких претензий к нашим ветеранам нашей эстрады советской помимо именно вот этого фактора я не музыкальный критик отвечать сергей соседов не могу могу в общем-то анализировать их способности профессионально как петит как музыкантов но вот насчет до политичности калайма вайкулев выходит на концерте с украинским флагом в привалке и говорит что она будет поддерживать украину это выражение позиции политически конкретно право бориса пугачева все говорят что вот она в отличие от мужа максима галкина не делал высказывание все хуйня потому что все люди более-менее осведомленные прекрасно понимают что в семье именно она идеолог именно она человек который принимает самые кардинальные самые существенные решения в том числе и решает что когда и как будет говорить и муж максим ну и вот про софи ротару я уже как бы сказал поэтому другое дело что я считаю что люди имеют право на высказывание своей позиции в том числе политическое это в общем если это не привык не призыв там свержение существующего строя не является каким-то экстремизмом но слушатели фанаты они должны знать и ориентироваться кстати не исключено что там это же пугачева приобрела и в израиле на украине массу новых поклонников которые до этого были к ней там равнодушны но то же самое софи ротару могу сказать уверен что большое количество молодняка патриотически настроенная просвидом которые не не слушали ее песни которые сделали и знаменитыми там советского и фольклорный репертуар теперь прониклись не именно как патриот как человеку который деятель культур который завел культу заявила вот своей по политической позиции отдельный вопрос имеют они правы или не про я считаю что правы не хотя многие считают что они тогда заниматься им я выступать и петь писать играть не согласен права они имеют также как мы имеем право их я не скажу слово судить но делать выводы украинский блогер илья шумейко сообщил что исполнительница софия ротару открыто оказывает финансовую поддержку вооруженным силам украины на фоне обострения общественно-политической ситуации шумейко подчеркнул знаменитость спонсирует украинскую армию с 2014 года финансовые поступления от нее приходят и по сегодняшний день сама артистка никак не комментирует компрометирующие ее слухи передает соленко инфо напомним спецоперация по защите мирного населения донбасса стартовала 24 февраля многие звезды российского и украинского шоу-бизнеса высказали свое мнение относительно обострения общественно-политической ситуации например молодой украинский артист макс барских ранее обозвал россию дырявым государством и отменил концерты на территории страны без возврата средств за билеты позднее стало известно о его вступлении в ряды в ссу аудиторы внезапно нашли подозрительные несоответствия в финансовых отчетах лаймы вайку ли речь о компании которая работает на территории россии зарегистрированные имя артистки она зарабатывает нашей стране сотни миллионов но по документам проходят совсем другие цифры анна варапай разбиралась растягивая желто-голубой флаг под радостные крики зрителей лайма вайку ли наслаждалась аплодисментами на сцене она всей душой с украины вот только встроены ряды брендов которые заявили об уходе из россии и фирма так и не встала в прошлом году компания лайма люкс рус певицы мне принадлежит 49 процентов получила 389 миллионов рублей выручки правда официальная прибыль оказалась настолько скромной что артистку остается только пожалеть чистая прибыль составляет 13 тысяч рублей да ну несколько это скажем ну странно имеет двух собственников один из них физическое лицо другое юридическое лицо которое зарегистрировано на территории лад как бы мы не сталкивались ситуации что есть как какой-то интерес и в том чтобы эти деньги выводить из российской экономики юридическое лицо фирма лайма люкс ее вайку ли открыла в риге потом вместе совладельцем создала лайма люкс рус профессор высшей школы экономики шерас мамедов не отрицает он действительно ведет бизнес певицы до лайма вайкуле имеет отношения все остальные вопросы пока не вставили основной вид деятельности компании издания журналов но в кодек вет записали все от торговли яйцами до электротоваров фактически фирма вайкуле продают в шести городах россии косметику мебель и аксессуары для салонов красоты вот один из таких офисов бизнес-центре на новом арбате внутри пустой зал без клиентов и сотрудников а можно ее подожду я не могу вас тренировать поскольку кто-то придет они не закрылись нет судя по всему бизнес вайкуле наоборот намерен развиваться в мае компания получила новую лицензию на право ведения фармацевтической деятельности и не стеснялась дважды получить из бюджета субсидии гранты финансирования на возвратной основе и информационную поддержку на популяризацию предпринимательства сейчас фирма нанимает новых работников саму вайкуле здесь давно не видели в последний раз вайкуле пела в россии два года назад в ее распоряжении был кремлевский дворец да и вся карьера певицы тесно связано с москвой популярность пришла к вайкуле почти 40 лет назад когда солистку латвийского варите пригласили на голубой огонек до этого она пела в ресторанах крыма когда он стал российским заявила на гастроли туда не поедет ни за какие гонорары хотя во всем этом я вижу конечно цинизм лайма должна быть до конца жизни благодарна нашей стране потому что карьера все ее достижения финансовое благосостояние это все дала ей именно россия в итоге получается дешевый пивар она явно пытается использовать бренд свое имени за работа на советском союзе преданные советскому прошлому поклонники прощали лайме вайкуле многое всего год спустя после высказывания про крым ей вручили золотой граммофон а вайкуле снова обиделась на слишком тихие на ее взгляд аплодисменты теперь похоже и вряд ли будут хлопать в россии где под угрозой оказалась не только музыкальная карьера но и бизнес компании вайкуле по продаже косметики патриоты хотят объявить бойкот анна воропа юрия жданова известно специально для рэн-тв